Это СП-30. Легкий многоцелевой летательный аппарат, который используется для полетов с неподготовленных площадок. Также он эксплуатируется и в сельском хозяйстве для опрыскивания полей. В обычное время еще его используют для туристических маршрутов, где не проезжает автомобиль. А сегодня его используем мы. Пилоты садятся в кабину и проверяют снаряжение. Ремни безопасности, стрессовая коммуникации и готовятся к взлету. Получается, здесь практически 4 ремня безопасности, средства связи. Заводится мотор. Перед взлетом проверяем контуры двигателя. Включаем дополнительный топливный насос. Проверяем, стоят ли закрылки во взлетном положении и делаем запрос на взлет. Получив одобрение, отдаем максимальные обороты двигателя, отпускаем тормоза и взлетаем. Почва уходит из-под ног. Ты словно в космосе. Впереди только небо, а внизу крохотные человечки. Но наслаждаться романтикой пейзажей не успеваешь из-за крутого виража. Пилот разгоняет самолет, тянет ручку управления на себя и уходит резко вверх, под углом 60 градусов. Это называется горка. С этого положения отводит ручку от себя и стремительно пикирует вниз. В этот момент кажется, что ремни не спасают. Резкий крен вправо, а с разворотом уходим вверх. СП-30 совершил боевой разворот с новичком на борту. Попробовать себя в роли второго пилота сегодня есть возможность у всех желающих, пришедших на фестиваль легкомоторной авиации. Но из-за сложных погодных условий на мероприятии присутствуют лишь участники из близлежащих регионов и программу пришлось сократить. Нам пришлось огромную часть программы урезать, потому что здесь планировалось у нас практически 30 самолетов, где были некоторые самолеты-пилотажники, некоторые самолеты, которые летают с троями. Но, к сожалению, моему великому не получилось, потому что они просто не смогли с ближних баз, таких как аэродром ЮЦА, который находится на Пятигорске, просто не смогли взлететь от ТО-2. Народ очень интересуется, люди приезжают, смотрят. Мы, как по мере возможности, по мере появления окошек, будем делать показательные полеты, будем общаться с пилотами. Модель СП-30 относится к типу System Take-Off Lending, что в переводе означает «короткая взлет-посадка». Владельцы таких аппаратов могут устраивать полеты в любое время года на разных площадках. Особых условий, кроме летной погоды, не требуется. Достаточно подать флайт-план в орган управления воздушных двигателей. А если вам еще не довелось приобрести свой самолет, но на руках уже есть авиационные свидетельства, то летательный аппарат можно взять на прокат. В средствах массовой информации сообщают о штормовом предупреждении, а на площадку в Нациркорте стекается народ. Дети с родителями рассматривают самолеты и восторгаются полетом. С разрешения организаторов желающие фотографируются в кабине летательного аппарата, а пилоты совершают короткие взлеты с детьми. Магомед Башир в прошлом военный не понаслышке знаком с авиацией и пришел сюда не один. Прошли я, двое моих детей, сыновья, подростки, одному 12 лет, другому 13 лет. В жизни всегда есть место подвига. Вдруг это будет началом чего-то лучшего для них. А дети увлекаются авиацией? Ну, они пока, скажем так, только как сторонние зрители. Временное затишье вновь нарушает трех моторов. Три экипажа готовятся к соревнованию по короткому взлету посадки. Суть соревнования в демонстрации навыков посадки и взлета самолета с коротких площадок. Судьями выступают авиационный инженер Джамалейл Дахильков и частный пилот Ильяс Ильиев. У пилота Хасамбека опыт полета в более тысячи часов и он допущен к участию. Соревнования между пилотами, кто быстрее за короткое время взлетит и посадка, чтобы пробег самолета был наименьшим. Любой справится с этим? Ну, для этого, конечно, нужен определенный налет часов, чтобы с этим справиться. Ну, обычно, кто летает на таких типах самолетов, он вполне может свободно справиться. Показав лучший результат, командир воздушного судна возвращается в строй. А гости фестиваля могут задать интересующие их вопросы пилотам и делиться впечатлениями до самого вечера. Это воздушное мероприятие обеспечивает участников и зрителей годовым запасом адреналина и планирует вернуться к нам в июне 2018 года. Ева Ужахова, Султан Булгучев, Новости 24. Субтитры создавал DimaTorzok